Да, Вить, еще хочу тебя поздравить, что ты все-таки нашел в себе мужество сделать эту прививку, спутник Ви. Не, представляешь, вот я тебе сейчас расскажу, дружище, вот честно, здесь дело не мужество. Здесь дело, как бы тебе объяснить, даже не принципиальность. Я просто зашел к реклинингу. Захожу в регистратуру, объясняю, так и так мне, как прививку первую, вот прям рядом, пожалуйста, подходите, подходит ко мне женщина. Ну, мне женщина уже бабушка, не знаю, лет, может, 60, и такой, ой, посмотрите, не делай, внучок, там что-то, я говорю, идите. Вот если я решил, я пошел, вот я зашел, я посмотрел очередь, там очередь была человек 12, да, крики и так далее и тому подобное, кто-то там с кем-то ругался. И вот, знаете, принципиально, захотел, думаю, дай отстаю я, очередь, что там будет, бог с ней. Да, отстаял очередь, ну, буквально, пускай там по 10 человек. Все, мне дали, поднялся я на второй этаж, буквально еще минут 6-7, сделали мне прививку, все, я ушел уже такой рок-н-ролльный. Да, я никакие полчаса не сидел, я сразу пошел за своей любимой булкой ромашкой на хлебозавод и чувствовал себя шикарно. Да, ночью была 37,1 температура, и немножко, вот, она распухла. А сейчас все, рок-н-ролл, чувствую себя прекрасно. Так что делайте, господа, прививку, и все будет вот так вот. Витек, а я слышал, ты после прививки вроде как у УИН собираешься документы. Мне 47 лет, хорош, не стебайся, где я, где УИН? Не, ну ты так серьезно говорила, я был УИН-пайдом. Нет, ну, при великим удовольствием, если б я был помоложе, было б мне лет 20, у меня есть друг хороший, не буду называть ни фамилию, ничего. Может быть, если я себя вел бы хорошо. Ну, у тебя же судимости нет. Конечно нет. Военный билет там серьезный у тебя. Нет. В дурдоме не лежал, оказывается. Нет. Все нормально. Нормальный абсолютно человек. Нет, нет, нет. Ну, а сейчас, Сергей...